Итак, всем лабос, я опять на кухне. Накаталась, накаталась, всё, теперь уже буду дома. У нас на улице ураган, кияра, тут всё сметает, всё несёт, всё-всё валит, короче, всё, мы сидим дома. Если будет где-то там вот в кадре, там, это ветер. И канун Рождества нагулялись, а в канун Рождества как бы есть такой пост. И у нас, и в Литве, и у мужа в Польше, как бы есть такие вот не мясные блюда. Поэтому мы сегодня приготовим рыбу. У меня вот уже разморозила рыбу, скумбрия, две штуки. Ну и первым делом, что надо делать, разделаем рыбу. Итак, рыбу самую грязную работу сделала над раковиной. Очень жирная рыба, такая плотная, понимаете, попалась. Что я делаю? Я, значит, буквы В примерно посередине вырезаю. Верхние плавнички снимаю, нижние плавнички снимаю. Сейчас ещё обрежу немножко нижние живота, но рыба, вот посмотрите, какая мясистая. В обеих рыбках даже молоки вот есть, понимаете. Так что очень повезло с рыбкой. Что я теперь буду делать? Здесь немножко попку обрезать надо. И вот этот передний плавничок, чтобы не особо мешал. Вот такая скумбрия очень хорошо была бы, знаете, на что? На строганину. Вот, её же там подсолил, заморозил и потом мороженую кушаешь. Кстати, рыба, если брать слабосолёную, как лосось, форель, там, всё, скумбрию, лучше брать всё-таки замороженную и размораживать, потому что на морозе, в морозильнике погибают сейчас, погибают все личинки, черви и личинки вымерзают. Вот, свежие рыбы всё-таки могут присутствовать. Берём филейный нож и пробуем отделить филе от кости. Если у вас мелкая рыба, можете брать тушечками вот так вот порезать. Но у меня как такая жирная попалась, то я буду всё-таки брать филейками. Итак, выбрали позвоночник. Вот у нас 4 филишечки. Если есть кости, ещё где-то там выбирайте. Ну, прям мясо разваливается. Ну, потом, когда кушаете, знаете, так неприятно эти кости изо рта выбирать. Теперь нарезаем такими кусочками, знаете, что на вилку надел и одним глотком проглотил. Да, вот так, примерно по 1,5-2 сантиметра филешечка такими кусочками. Рыбку солим и перчим. Осторожно перемешиваем, чтобы не разломались кусочки. И отставляем в сторону. И готовим овощную подушку. Это овощи, которые нам понадобятся. Лук, морковь. Знаете, чем больше овощей будет, овощная часть, тем больше у вас получится по объёму салата и больше как бы гарнира будет. Поэтому 2 морковки, петрушка, пор, лавровые листья, лук, томатная паста, сухое белое вино. Ну и потом приправы будут по ходу действия. Приступаем. Так, морковку и петрушку потёрла на крупной тёрке. И на этой же досочке нарезаю порей, кольцами. Порей надо тщательно помыть, чтобы в этих зелёных листьях не было в земле. И нарезаем. Я всё делаю на одной досочке, потому что мы их как бы в один момент будем закидывать в сковороду. Всё. Нарезали. Эту часть овощей приготовили. Откладываем в сторону. Лук. Нарезаем дольками. Порезали лучок. И приступаем к работе. Итак, берём большую сковороду, потому что у нас будет как бы много овощей, чтобы было место где развернуться, что где мешаться. Вливаем растительного масла. Забыла вам показать. Чеснок. У меня одноголовый. Вот одну головку чеснока. Порезали мелко. И зажариваем. Чеснок главное не пережарить. Тогда он теряется. Но он уже вот запах пустил очень вкусный. И выкладываем лук. Сейчас лук не даст пережариться чесноку. И вот, лук стал мягким, прозрачным, где тоже появляется прожарочка. Значит, он уже у нас как бы готов. Лавровый лист и пахучий перец. Томатную пасту. Немного чили хлопьев. Ну, так, если любится, стримку чуть-чуть придать. Чайную ложку паприки. Такую хорошую. Может, даже десертную. Белого вина. Ну, у меня тут граммов сто. Для пикантности немножко бальзамика. И размешиваем. И вот как все перемешалось. Выкладываем нашу морковку, петрушку и лук-порей. Размешиваем. Тут уже, как бы, и свой сок пускаете. И нашего соуса есть. Уменьшаем огонь. Накрываем крышкой. И оставляем тушиться минут 10 до готовности овощей. Так, овощи у нас тушатся. Я их перенесла на другую скорую. Потому что здесь под камерой, чтобы было... Не вмещайся в камеру на такой маленькой кухне. А мы просыпаем к рыбе. Сейчас будем жарить рыбу. Летая горячая, немножко сбоку. Берем каких-то 3 ложки муки. И 1 ложку картофельного крахмала. Это я видела на просторах ютуба. Вот так приготовили такую смесь. Панировочную. Ставим здесь. И блюдце с холодной водой. В сковороду выливаем растительного масла. Итак, берем сковородку. Ну, берем рыбу. Обваливаем в муке. Берем очень быстро в воду. И на сковороду. Видите, не стреляет. Такой хороший рыбак. Итак, рыбку переворачиваем. Такая корочка красивенькая. У нас кусочки небольшие. Жарятся быстро. Рыбу, главное, не пережарить, потому что она становится сухой. Ну, через пару минут выбираем рыбу. Видите, она с обеих сторон уже с корочкой. Выбираем. Итак, рыбку поджарили. Она вот такой хрустящей корочкой. Маленькими кусочками. Даже, наверное, за большой, чтобы, знаете, одним куском брать в рот. Ждем овощей. Итак, овощи у нас, я так понимаю, готовые, мягкие. Сейчас попробуем на соль, перец. Вкусно, даже сладко. Есть такая кислика пикантная. Чайную ложечку, такую вот кофейную. Это даже больше без верха. Потому что тоже пересолить не хочется. И свежемолупого перца. Размешиваем. Пробуем еще раз. О, самое то. Как говорится, чтобы в камеру все вместилось и я, и еда, и плита, надо стоять вот так вот, подальше чуть-чуть. Итак, собираем. Берем такую посуду, чтобы можно было бы закрыто. У меня есть крышка вот от нее. И чтобы она, как говорится, могла стоять на столе, как сервировочная тарелка посуда. Первым слоем сейчас выкладываем на дно овощей. Один лавровый лист берем. Прямо как рыба в шубе будет. Первый слой. Сейчас выкладываем рыбку. Как будете выкладывать? Шкуркой вниз, мясом вниз, без разницы. Вот так. Рыбка к рыбке. Наверх выкладываем овощей. И опять рыбу. Тут у меня даже три слоя выйдет. Вот так. И опять выкладываем овощей. Немножко поменьше, потому что верхний слой должен быть овощной. Я думала, у меня два слоя всего месяца. Так, махамулов в одно дно овощей. И оставшуюся рыбку выкладываем. Я уже чувствую, как это вкусно будет. Ух, слюнки собираются. И выкладываем остальные овощи. Ну вот и всё. Рыба, вот видите, я так вот подержу боком в овощах. Готово. Пока она такая горячая, парится, я её ещё не накрываю. Чтобы не запарилась. Потом эта вода там будет, и конденсат, и тут всё. Даю ей отстыть. Накрою крышкой. И в холодильник до завтра. Завтра на ночь оставляем. Кушается она холодная. Можно и сейчас горячую кушать. Но кушается она завтра. С горячей картошкой в мундирчиках. Мелкую такую. Это ж так вкусно. Завтра встретимся. С горячей картошкой в мундирчиках. С горячей картошкой в мундирчиках. С горячей картошкой в мундирчиках. Продолжение следует...